Общественная приёмная блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, прошедшая в Брестском облсполкоме, собрала аудиторию в очном и заочном формате посредством видеосвязи. Всего порядка 300 человек из пяти стран Евразийского экономического союза. Главная тема обсуждения – здоровая конкуренция и процесс государственных закупок, а также унификация законодательства в сфере торговли. Действительно, очень важно иметь одинаковые правила игры, поскольку субъекты хозяйства не могут в каждой стране изучать заново новый закон или новое право. Поэтому мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить наше законодательство. Министерство антимонопольного регулирования подписало СФАС, соответствующее соглашение СФАС Российской Федерации. И в рамках комиссии также отрабатываются многие вопросы по унификации законодательства. Оно, в принципе, уже унифицировано. Но мы на таких мероприятиях, как общественная приёмная, именно доносим до общественности общие нормы, общие положения, чтобы каждый субъект мог понимать и действительно пользоваться тем правом, который у них есть по защите своих интересов. В целом, я хочу сказать, что наши предприятия достаточно хорошо себя чувствуют и ведут бизнес на территории Евросоюзского экономического союза. У нас, слава богу, нет барьеров. Если какие-то есть нарушения, то мы оперативно с ними разбираемся. И тот уровень экспорта, который имеет в своём наша страна, лишний раз доказывает, что мы способны и умеем работать на экспортном направлении. За последние несколько лет между странами Союза произошёл всплеск взаимной торговли, обусловленный санкциями западных стран. При этом страны-участницы Евразийской экономической комиссии увеличили свой экономический потенциал. Однако дальнейшая перспектива развития отношений возможна только при активном взаимном сотрудничестве. Взаимная торговля будет развиваться только в том случае, если страны будут отходить от своих защитных мероприятий, устранять барьеры во взаимной торговле. И это будет в целом толкать взаимную торговлю, увеличивать объёмы торгового товарооборота. Соответственно, мы будем увеличивать и весь экономический масштаб Союза, будем лучше взаимодействовать между собой. Соответственно, появится более высокая конкурентоспособность наших производителей по сравнению с третьими странами. Собственно, Союз и задумывался в первую очередь как торговый союз, который обеспечит доступ товаров всех стран-членов на общий рынок. И в этом направлении достаточно динамично развивается наша торговля. Если говорить об объёмах, то мы постоянно растём. Особенно большой всплеск взаимной торговли произошёл в последние два года. И это очень важно для всех членов Союза, потому что мы действительно увеличиваем свой экономический потенциал. Участники общественной приёмной также обсудили нарушение правил конкуренции. Департамент осуществляет выявление нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Мы являемся таким классическим полноценным антимонопольным органом, который имеет широкий спектр инструментов для выявления нарушений и привлечения к ответственности. Как любой антимонопольный орган, Белорусский Март и Российский ФАС, допустим, мы выявляем недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные соглашения и злоупотребление доминирующим положением. Очень часто в поле нашего зрения попадают белорусские компании. В случае недобросовестной конкуренции белорусские компании могут заниматься, допустим, копированием дизайна, оформлением товаров, использованием чужих товарных знаков без разрешения права обладателя. Они могут использовать то, что у нас нет общего права товарных знаков на уровне Евразийского Союза и регистрировать товарные знаки других стран у себя в Белоруссии, начинать выпуск товаров. Мы считаем, что это недобросовестная конкуренция, потому что это делается в отношении конкурентов. Ну и, соответственно, пресекаем такого рода поведение. Должностных лиц и компаний привлекаем к ответственности. Штрафы довольно ощутимы, исчисляются миллионами российских рублей, поступают в бюджет Республики Беларусь. Проведение приемной позволяет напрямую получать от бизнеса информацию о взаимодействии на трансграничных рынках, о состоянии конкуренции и государственных закупках. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.